МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Центр столицы оденется в гранит. Мэрия города запустила долгожданную реконструкцию главной площади республики. Два миллиарда рублей до полумиллиона дагестанцев. Именно столько потратят в ближайшее время на водоснабжение. Ощутить изменения должны многие. Новый телесезон на ННТ, новые лица и новые программы. Здравствуйте! Это «Итоги недели» на канале ННТ. И я, Мурад Ахмедов. Дагестан лидирует в рейтинге по самым низким расходам на жилищно-коммунальные услуги в России. Согласно исследованию рейтинга, в 2018 году меньше всего за коммунальные услуги в стране платили именно жители нашей республики. В среднем чуть больше 2000 рублей в месяц. В числе таких регионов лидеров также Ингушетия, Ахакасия и Татарстан. Больше всего на коммуналку уходит у жителей Камчатки, Магаданской области и Ямал-Ненецкого округа. При этом на сегодняшний день долги россиян за ЖКХ превышают 500 миллиардов рублей. 20 детских садов построит Министерство обороны России в Дагестане. Работы идут в рамках национального проекта образования. Эти и другие объекты строительства, которые возводятся в республике силами военного ведомства, накануне осмотрели замминистра обороны России Тимур Иванов и премьер-министр Дагестана Артем Сдунов. Побывав на месте будущего жилого комплекса Махачкале, Иванов убедился, что строительство идет по плану и даже опережает график. Уже в этом году будет сдано более 500 квартир социального типа для проживания семей военнослужащих. Помимо этого, в Каспийске развернуто масштабное строительство гидротехнических сооружений и причалов. Специалисты отмечают, что перебазирование Каспийской флотилии в Дагестан в первую очередь связано с желанием повысить мобильность основных сил. Что же касается республики, передислокация флота будет иметь для нее стратегическое значение, прежде всего для социально-экономического развития. В Дагестане появится новая инфраструктура и, соответственно, дополнительные рабочие места. Около 2 млрд рублей на улучшение водоснабжения 50 населенных пунктов потратят в республике. Средства пойдут на модернизацию и строительство порядка 30 коммунальных объектов. 25 из них ведут до конца этого года. При реализации проектов запланирована прокладка более чем 400 километров водоводов. Все это позволит улучшить водоснабжение для 500 тысяч жителей республики. В Махачкале начали реконструкцию центральной площади города. Предполагается, что после ремонтных работ главная площадь столицы станет более современной и удобной для отдыха горожан. Плиточное покрытие заменят на гранитное, появятся зоны отдыха с бесплатным интернетом, новые деревья и зеленые насаждения. Также площадь будет адаптирована под потребности лиц с заграниченными возможностями здоровья. И самое главное, городские власти обещают обеспечить полную прозрачность расходования средств и контроль за качественным выполнением всех работ. Будут размещены информационные баннеры, на которых будет размещена информация о том, кто проводит работы, об ответственных лицах, об лицах, которые осуществляют общественный контроль. Так как мы для общественного контроля за производством работ и взаимодействия жителей с подрядной организацией привлекем общественную палату города, депутатов городского и народного собрания и других общественников. Также будет размещена визуализация того, как будет выглядеть эта площадь. Уважаемые горожане, прошу проявить понимание на период производства работы. Напомним, средства на реконструкцию площади, а это 350 миллионов рублей, были выделены мэрией Москвы по просьбе главы региона Владимира Васильева. Тендер на производство работ выиграла компания Армада. Муфтий Дагестана награжден почетным знаком Министерства по национальной политике и делам религии республики. В этой связи сотрудники ведомства, представители народного собрания Дагестана и глава иудейских общин республики посетили дом шейха. Они отметили огромную роль духовенства в деле сохранения мира и стабильности в регионе. Я вот полгода министром по национальной политике и делам религии, и настолько легко организовать все эти мероприятия, касающиеся религиозного, любого направления. С вами получается ввести политику и национальную, и межконфессиональную сохранение мира и согласия очень удобно, за что вам огромное спасибо. 99-й год, наверное, особое значение имеет в истории Дагестана и в истории России. И никогда нельзя забывать вклад в те процессы, которые были 20 лет назад, когда вы призывали людей и как раз пошли именно к тому направлению, по которому призывали как раз этот наш Муфтий Ахмат-Хажи, вот все имамы, которые призывали, которые работали вместе с вами. Поэтому огромное значение, огромный рост в той ситуации собрал как раз наш Муфтий Ахмат в обновлении с вами. Тогда даже одно слово, один шаг был таким решающим моментом. Конечно, было тяжело, но я думаю, это не моя заслуга. В завершение встречи гости вручили Муфтию памятные подарки и почетный знак. И печальная новость. Дагестанская наука понесла тяжелую трату. Вчера ушел из жизни выдающийся ученый-арабист, историк, востоковед и исламовед Амрир Зайвич Шихсаидов. Крупнейший в России специалист в области востоковедения и арабских рукописей. Автор более чем четырех сотен научных работ, включая 35 монографий. Амрир Шихсаидов посвятил всю свою жизнь работе в Институте Истории. Кроме того, более полувека он руководил работой историко-археографических экспедиций в различных районах Дагестана. Память о выдающемся дагестанце навсегда останется в сердцах друзей, учеников, коллег и всех, кто знаком с великим наследием ученого, безмерно много сделавшего для развития науки в республике. Телеканал «Наше национальное телевидение» начинает новый сезон. В кинотеатре «Мерката» в Махачкале состоялась официальная презентация. Новые проекты и новые лица совсем скоро появятся на ваших экранах. Познавательные передачи рассчитаны на широкую аудиторию. Подробнее расскажет Хамзанур Магомедов. Аудитория – более миллиона человек. Такие цифры на презентации озвучил директор телеканала Султан Трамов. Главная особенность – контент, по его словам, соблюдение чётких правил менталитета и духовности дагестанского общества. Мы показываем исключительно нравственные, полезные, образовательные проекты. Если они развлекательные, то обязательно для всей семьи. В этом сезоне зрители увидят более десяти новых проектов. Передачи о путешествии, кулинарии, спорте, развлекательные шоу, викторины, интерактивные игры. Журналист Шамиль Махаев представляет авторскую передачу «Ящик страха». В новом сезоне у меня выходит новый проект, называется «Ящик страха», куда мы приглашаем известных людей и раскрываем их с неизвестной стороны. Живые эмоции, так сказать. На презентацию пришли почётные гости из Москвы, инвесторы и представители коммерческих организаций. Одни уже плотно сотрудничают с телекомпанией, другие только планируют. Я вообще была бы счастлива увидеть такой канал среди федеральных каналов. Я, безусловно, вернувшись в Москву, расскажу о этом замечательном канале уже в Москве, в штаб-квартире LG в России и в странах СНГ. Много где можно разместить рекламу, но не везде ты можешь разместить рекламу и смотреть что-либо, чтобы тебе было не стыдно, чтобы тебе было приятно, что это хороший контент, правильный, без пошлости, без того, что нам, дагестанцам, не близко. Поэтому именно телеканал ННТ, и что касается сегодняшней презентации, вижу, как с каждым годом уровень телеканала ННТ растёт просто в геометрической прогрессии. Мы решили с каналом ННТ создать проект «Супершеф дети», который развивает творческие способности у детей и помогает развитию гастрономического туризма в нашем родном краю. «Телеканал ННТ работает пятый год. За это время по статистике НАТ он занял второе место среди региональных каналов по количеству подписчиков. Видеоматериалы выходят по кабельному и аналоговому ТВ. Зрители могут следить за новостями и передачами через приложения на телефоне, а также в социальных сетях. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала». В Дербенте идут работы по благоустройству старой части города. Реконструкция магалов проводится в рамках национального проекта формирования комфортной городской среды. На эти цели из федерального бюджета выделено порядка 50 миллионов рублей. На данный момент ремонтируют восьмой и девятый магалы. На прошлой неделе на объектах проводились монолитные работы по возведению подпорных стен. Они уже завершены, разбирается опалубка. Впереди монтаж коммуникации и укладка тротуарного камня. В ближайшее время, в ближайшие дни буквально мы переходим для прокладывания коммуникации. То есть сначала будут прокладываться водоотведения, сети водоотведения, канализации, затем будут прокладываться на восьмом, речь идет о восьмом и девятом магалах. В девятом магалах будут прокладываться сети водоснабжения, но и потом в последнюю очередь будут прокладываться сети электроснабжения. То есть полностью все это будет, все коммуникации будут проложены под землей. ни одного провода, то есть будет работать программа «Чистое небо», ни одного провода здесь не должно быть. В Махачкале открылся первый на Северном Кавказе центр по изучению Корана для незрячих. Обучение проходят как взрослые, так и дети. Помимо религиозного образования ученики получают и светское. О том, как для многих ребят мечта стала реальностью, в сюжете наших корреспондентов. Рамазану 11 лет. Читать Корану начал с 7-летнего возраста. Мальчик вспоминает, всё проходило поэтапно. Сначала буквы, слова, затем и целые предложения. Было желание и стремление. И самое главное – терпение нужно. Без терпения здесь точно не обойтись. Педагоги работают с детьми постоянно. Учат ощущать пространство, развивают осязание, слух и ловкость пальцев. Это всё, по словам директора центра, помогает усвоению учебного материала. А книги здесь особенные. Листы с выпуклыми точками – так называемый метод Брайля, по которым ребята и начинают изучать азы священного Корана. Это вот мы учим таким образом сначала читать. В центре сейчас обучается 10 учеников. Дошкольная и школьная группа. Здесь кормят 4 раза в день. Есть место для гигиены, отдыха и проживания. Помимо образовательного блока, ребят учат гладить одежду, готовить еду и делать уборку. Несмотря на то, что у этих людей нет зрения, но они такие же люди, такие же члены общества, как и все остальные. Им жить и развиваться всё равно в обществе зрячих. И вот мы, наша задача, должны развивать их так, чтобы им было комфортно в обществе зрячих. Учредителем проекта является Муфти Дагестана. На торжественном открытии он поздравил всех с долгожданным событием. Год назад шейх Ахмад Афанди открыл аналогичный центр, только для людей с нарушениями слуха и речи. Его задача – сделать так, чтобы в республике никто не был обделён в приобретении религиозных знаний. Нам было стыдно перед вами, потому что мы другие медрясы открыли, а незрячие не открыли. Поэтому до сих пор с отпущенными головами мы ходили и стеснялись вас. В ближайшее время, в течение года, мы постараемся, смотря на желающих, количество желающих, открывать, чтобы желающие и места, чтобы соответствовать. Незрячие люди не могли сдержать слёзы радости. Они благодарили Муфти за поддержку и за возможность наряду со всеми получать ценные навыки. Мы очень ждали этого момента и просили у Всевышнего, чтобы такое медрясы для нас открыли. Это реально великое счастье, когда ты прикасаешься к Корану и ты знаешь, что ты чувствуешь каждую букву, ты знаешь, что это речь Всевышнего. Когда был месяц Рамадан, к нам туда приезжал на работу ваш Муфти Ахмад Хаджи. И когда он выступил перед нами, тогда я понял, понял наконец-то, что всё-таки в Дагестане с мёртвой точкой сдвинется этот проект. Центр расположен на улице Лаптиева. Его сотрудники готовы принимать всех желающих, независимо от возраста и степени нарушения зрения. Хамза Нурмагомидов, Нурмагомид Магомидов, телеканал ННТ, Махачкала. Самая крупная книжная ярмарка на Северном Кавказе прошла на этой неделе в Дагестане. Вот уже 8 лет подряд Таркитау традиционно собирает на своей площадке известных писателей, литературоведов и книголюбов. Подробности у наших коллег. Программа книжной ярмарки Таркитау 2019 обещает быть насыщенной. На протяжении трёх дней здесь пройдут различные встречи с именитыми писателями и поэтами. Также будут проходить круглые столы, где литературоведы и публицисты обсудят проблемы современной литературы. А уже завтра здесь планируется проведение дня национальной литературы, в рамках которого писатели и поэты будут презентовать свои книги на национальных языках. Традиционно площадка национальной библиотеки становится главной для ярмарки Таркитау. Свои стенды и полки с книгами здесь выставили издательства с разных уголков России. С представителями одного из них удалось поговорить и нам. Очень рады, что приехали, потому что мы приехали заранее. Мы уже Дагестан немножко в какой-то части посмотрели, были в Кубаче. А так мы много очень путешествуем. Книжки у нас были в Саратове, всю Тверскую область объехали. Участвовали в салоне в Питерском, в московских выставках. Поэтому нас даже называют издательство путешественников. Также отмечу, что в рамках ярмарки пройдет антитеррористический форум-фестиваль «Литература против террора». А в конце здесь подведут итоги книжнего конкурса Таркитау и выберут лучшие книги в 11 номинациях. Первые медалисты – обладатели олимпийских лицензий. На чемпионате мира по вольной борьбе в Казахстане, проходящем в городе Нур-Зултан, определились обладатели двух комплектов наград. На золото в своих категориях претендовали дагестанцы – Завуру Гуев и Гаджимурад Рашидов. Об итогах выступлений расскажет Курбан Рагимов, находящийся в эпицентре событий. Первый день соревнований выдался для наших вольников сверхнасыщенным. Они оба прошли своих принципиальных соперников и выигрывали у чемпионов мира и Европы разных лет. Еще в разминочном зале борцы выглядели уверенно, и их настрой на золото был решительным. Первым в дело вступил Гаджимурад Рашидов. В финале Казахстанин огорчил местную публику. В сватке с Даулетом Ниазбековым он набрал 11 безответных баллов. На каждое движение Рашидова реагирует его отец и тренер. Спустя пару минут он уже принимает поздравления. Для семьи это золото особенное. Мундиаль выигран с третьей попытки. До этого в Париже и Будапеште дагестанский вольник был в шаге от первого места. Два раза был в финале, проигивал. Сыр ждали только золото. А что он думал со вчерашнего дня? Что три года, третий год подряд в финал. Я только думал о первом месте. У меня других мыслей не было. Слушай, а что его мучаете? Чемпионом мира стал. В прошлом году зажали, но все равно есть Бог. Трудился, трудился и доказал всем, что номер один в мире – это он. Так что давайте пользу вас учим, все его поздравим. Сразу после почин своего друга и партнера по команде поддержал Заур Угуев. Хасалютовец также уверенно взял верх над чемпионом Европы из Турции Сулеймана Матли 13-3. Так Угуев подтвердил звание мирового лидера ровно год назад. Ему не было равных на Модиале в Будапеште. Это совсем другой уровень, уже соперники готовятся по-другому, уже смотрят по-другому. Каждый настраивается, каждый хочет выиграть. За это мне проходит в два раза больше тренироваться, в два раза больше готовиться, настраиваться. Тяжело устоять. Самое главное, как будешь праздновать, как будете праздновать? Еще не думали, но когда придем в номер, посмотрим. Сейчас хочется отдохнуть, выпить колу. В первый медальный день наградой бронзового достоинства также отметился еще один дагестанский вольник Исмаил Мусукаев. На этих соревнованиях он представляет сборную в Венгрии. Курбан Рагимов, Магомед Белитханов, Камиль Девятов, телеканал ННТ, Нур Султан, Казахстан. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова